Саран-саран, с вами Ариран, зайки мои. Вы меня очень часто спрашиваете, где найти участников EXO в социальных сетях, вот до того, есть ли участники EXO во Вконтакте. Также вы меня спрашиваете, где смотреть видео, шоу, клипы, дорамы, сериалы с участниками EXO, с субтитрами или с озвучкой. Я также вам об этом сегодня расскажу. И последний вопрос, на который отвечу, это как официально стать участником фан-клуба и получить вот такую членскую карту. Это все, я думаю, будет полезно, особенно новичкам нашего фан-клуба, Эрик. Если вы хотите такое же видео по BTS, пожалуйста, поддержите это видео большим пальчиком вверх и пишите, может быть, пару приятных комментариев. Ну, а мы начинаем. У EXO есть свои официальные страницы в Твиттере, в Фейсбуке и в Инстаграме недавно появилась. Я думаю, что в большей степени именно этими социальными официальными страницами EXO занимаются их менеджеры, контент-менеджеры. Но у троих участников из группы есть свои персональные официальные страницы в Инстаграме. Это Бокхён, это Чанёль и это Сихун. Еще была страница у Хайонки в Инстаграме, но он ее создал позже всех и потом очень быстро удалил. На данный момент только три участника ведут официальные свои личные страницы, где они сами постят фотографии, сами пишут свои мысли. Хотела еще сказать, что у бывших участников, у Лухана, у Криса и у Као тоже есть свои индивидуальные странички, которые они тоже ведут и о них часто обновляют. По поводу ютуб-канала, раньше было отдельно у EXO-K и EXO-M свои каналы. Когда EXO объединили после ухода трех участников, это стало просто EXO. Одно целое и неделимое уже больше на две подгруппы. На официальном ютуб-канале EXO есть удобные плейлисты и в них собрано довольно много роликов, но на деле канал практически пустой, поэтому, чтобы получать моментальные оповещения, нужно подписаться на официальный канал агентства, который называется SMTOWN, поскольку все тизеры, клипы и некоторые другие релизы EXO выходят именно там. Именно туда изначально загружаются все клипы, все-все-все-все-все обновления в плане каких-то выступлений или каких-то шоу. Вы можете следить за этим на канале SMTOWN, если подпишетесь. Там есть отдельный плейлист, который посвящен EXO. Именно там сидят все эри, когда ждут новый клип EXO и нервно обновляют страничку. И еще хотела сказать отдельно за приложение Vii. Это приложение существует специально для живых трансляций от артистов корейских и наших любимых знаменитостей. Есть отдельный сайт, вы можете пользоваться сайтом, но удобнее пользоваться приложением. Вы его просто скачиваете на свой телефон, регистрируетесь. Зарегистрироваться можно там несколькими способами. Я зарегистрирована на Neiva, поэтому я авторизирована там именно через Neiva. Все, вы можете подписаться на свою любимую группу и следить за трансляциями. Вам будет приходить уведомление, как только начинается какая-то трансляция или загружена на канал новое видео. Поэтому все, в принципе, новое и интересное также вы можете увидеть там, в режиме реального времени. Сейчас все, в принципе, не знаю, как я их купил, но я их купил. Давайте ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Есть два больших крупных паблика касательно EXO, паблика, группы, я не знаю, как это правильно назвать, в общем, сообщества. Я не буду называть какой-то конкретный из них, потому что там они между собой не очень-то ладят, а я хочу оставаться вне конфликта. Но я думаю, что вы можете выбрать тот, который вам ближе, просто зайдите, пожалуйста, во ВКонтакте, наберите в поиске сообществ EXO, и вы быстренько все найдете. Там публикуются все обновления, там наиболее актуальная информация и наиболее полная информация и нужная информация. И самое главное, что у каждой из этих групп есть свои фан-сап-группы, они очень оперативно работают и выкладывают субтитры на различные шоу, на клипы, на те же дорамы. И вы можете подписаться также на эти фан-сап-группы и смотреть все с субтитрами. Если мне интересно какое-то конкретное шоу, например, которое я жду и хочу посмотреть, я просто вбиваю в поиски по видеозаписям, пишу RUSSAP на русском языке или на английском языке, пробую и так, и так. И, соответственно, пишу дальше название какого-то шоу, которое меня интересует, и нахожу то, что мне нужно, выбираю то, что мне нужно, и таким образом смотрю. Я думаю, что что-то подобное есть, наверное, в Одноклассниках, но я там бываю редко. И, ребят, я, честно, не совсем знаю, что делать тем, у кого нет доступа к этим социальным сетям. Возможно, есть какие-то каналы на Ютубе, но Ютуб плох тем, что не все можно загружать на Ютуб, например, дорамы нельзя смотреть на Ютубе, да, с субтитрами или еще что-то. Поэтому, если у кого-то есть какие-то варианты, тот, кто не пользуется ВКонтакте или не пользуется Одноклассниками, где вы смотрите шоу с субтитрами, пишите в комментариях, и я где-нибудь в описании это вставлю. Это будет, я думаю, что полезно многим. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы зайдете на страничку EXO, вы сможете найти там профайлы участников, сможете найти дискографию, к каждой песне, которая вам нравится, вы сможете посмотреть лирику. Также там есть расписание EXO, и вы сможете на этом графике посмотреть о запланированной деятельности EXO. Там публикуется все. Например, сейчас можно увидеть, что выходит серия с каенкой Анданты, сериала Анданты. Также, если на каких-то шоу или радиостанциях появляются отдельные участники EXO или все вместе, все это можно проследить в этом графике. Естественно, когда у ребят промо или какая-то активная деятельность, этот график просто забит кучей событий. Но если вы будете туда заходить, то никакие официальные события вы не пропустите. И да, в расписании также вы не пропустите никогда день рождения кого-то из участников, там это все можно увидеть. И теперь я немножечко подробнее расскажу о самом фан-клубе, как стать участником, как стать членом фан-клуба официальным. Потому что меня так часто спрашивают, как стать EXO, куда нужно подписаться? И я обычно отвечаю, ребята, можете подписаться на социальные сети EXO-L, это то, что находится у вас в сердце, а не какая-то галочка, где-либо, да? Но, тем не менее, у вас есть возможность стать официальным участником, и я сегодня расскажу, как это сделать. Помимо такой официальной странички EXO на сайте SMTOWN, есть еще официальная страничка EXO-L, посвященная непосредственно поклонникам. И вы можете зарегистрироваться на этом сайте. Интерфейс, в принципе, простой, точно так же, как и SMTOWN, он доступен на английском, корейском и китайском языках. Но я заметила, что он более англоязычный, потому что там, например, есть стена для поклонников, где поклонники пишут свои какие-то сообщения, например, кидают ссылки на голосования различные, что-то там еще пишут. И чаще всего это происходит на английском языке. Интернациональные фанаты все там скупом пишут, стараются писать на английском языке, хотя можно встретить там всякое разное. Также на сайте EXO вы сможете найти заметки, дневник от стаффа, то есть какие-то тоже события выкладываются, рассказывается более подробно. Есть там отдельный раздел, где пишут непосредственно участники, мемберы, они оставляют свои какие-то заметки, записи для поклонников. Еще на сайте есть вот такой вот счетчик, который как бы отображает количество участников фанклуба. Он постоянно увеличивается, за этим прикольно наблюдать. Но как же стать одним из вот этих вот участников? Для этого вам просто нужно пройти регистрацию на этом сайте, я, честно говоря, проходила ее очень давно, и я уже не помню, как ее там проходить. Но, по-моему, никаких сложностей у меня не возникло, понадобился только email, придумать себе логин или еще что-то, имя указать, зарегистрироваться, подтвердить по email, и все, вуаля! Вы сможете зайти на сайт уже как участник фанклуба, вам будет присвоен свой личный номер как участника, и у вас появится вот такая вот карточка. Есть на сайте отдельный раздел, где вы можете нажать и увидеть свою карту. Эту карту можно где-то распечатать себе, но, в принципе, вы можете иметь ее на телефоне, как скриншот, или распечатать на бумаге, если вам это нужно, ну, или просто знать, что у вас эта карта где-то есть. У этого сайта есть еще и свое личное приложение, оно доступно для iOS и для Android, и вы сможете найти эти ссылочки, в описании я оставлю, и также на этом сайте установить себе. И точно так же вы там сможете посмотреть свою карточку, может быть, сделать скриншот с экрана, если вы захотите. Для наиболее таких поклонников, которые прям хотят все ближе к телу иметь, чтобы положить в карман, вы можете пойти напечатать на пластиковой карте эту свою карточку, она у вас будет со своим штрих-кодом, со своим номером. Именно такими картами пользуются корейские фанаты, когда они приходят на какие-то мероприятия, и эта карта нужна. Это как раз карта является удостоверением того, что этот человек является XL, поклонником, официальным поклонником, фанкуба, все. И если я про какие-то ресурсы забыла рассказать, я также их оставлю в описании, и если их нет в описании, а вам есть что добавить, тоже пишите в комментариях. Я надеюсь, что это видео было вам полезным, вы обязательно поддержите его большим пальчиком вверх, поделитесь с друзьями, с другими Эри, которые, возможно, что-то из этого еще не знают. Ну, а на этом саран-саран, с вами была Эри Ран, я вас всех целую, люблю, пока-пока-пока.